Пазлы, друзья! Всем привет! Я Таня Боня. И это моё видео про пазлы Вдовичев. Ну, давайте разбираться, а что же такое Вдовичев? Вдовичев – это новый российский бренд деревянных пазлов на нашем рынке. Я хочу сказать о том, что я узнала о нём совершенно несколько дней назад благодаря группе ВКонтакте «1001 пазл». Там выложили анонс о том, что им в магазин поступили вот эти вот новые деревянные пазлики маленькие, детские. Меня сразу это заинтересовало. Я, естественно, пошла в Яндекс, и я нашла их сайт. В общем-то, вот он перед вами. Оформление мне, в общем-то, сайта нравится. Симпатичное оформление. Но, можно сказать, я его типа назвала, знаете, одностраничным. Конечно, я надеюсь, что они будут развиваться, и сайт претерпит хорошее, да, как бы будет развиваться и хорошее изменение претерпит. Вот. Но пока это вот выглядит вот так вот. Значит, на данный момент у ребят, у Вдовичева, всего представлены 10 пазлов. Вот выглядят они вот так вот. И, значит, ну максимум, что здесь, вот уже тут конец, да, и максимум, что здесь можно, это вот, ну там, не знаю, добавить в корзину. Тут вот появляется корзина, и, да, либо подробнее зайти в любой, на любую позицию. И, значит, вот тут две фотографии. Посмотреть можно поближе. Вот так вот. Кстати, возвращаться здесь неудобно. Почему-то нельзя назад. Нужно только вот так вот, а потом вот так. Так вот, я зашла на этот сайт просто ради интереса. И увидела, что у них сейчас есть акция. Акция «Бесплатная курьерская доставка при заказе любых трёх наборов» в Вдовичев. Я заказала. Заказала я не на дом. Хотя тут, видимо, тоже можно на дом какую-то курьерскую доставку, да, заказать. Просто я живу в таком месте, куда немногие доезжают, скажем так. Вот. Ну вот мой шок, надо сказать, доехал. Вот. И, значит, я заказала в пункт СДЭКа. Мне доставили. Сейчас скажу. Заказ я сделала 30 мая. 1 числа мне позвонили из Вдовичева. И попросили прощения, что типа того, что они пришлют, ой, смогут отослать только в понедельник. Но на самом-то деле, когда я сказала, вы знаете, я, ну вы видели, что я там заказала не на дом, а через СДЭК. Молодой человек сказал, что, ну да, теперь видит. И, в общем-то, мне буквально через пару-тройку часов пришла смс-ка о том, что мой заказ отправлен. Это было 1 числа. Пазл высылается из Бутова. Это Московская область. И я смотрела по отслеживанию. Почему-то в Москву поступили пазлы только 4 числа. Я думаю, ну господи, наверное, еще будет дня 3 это все дело ехать. Нет. Сегодня пришла уже смс-ка, что мой заказ доставлен. И что я могу прийти за ним, да. Я, естественно, собралась, сразу полетела во Всеволожск, в СДЭК, чтобы получить свой заказ. Я не открывала посылку. Посылку я буду открывать прямо здесь в видео. Поэтому я сама ничего еще не щупала. Все это будет происходить на ваших глазах. И мы с вами посмотрим, что же такое Довичево. Кстати, когда я увидела название этого нового бренда, я, как и многие, тоже... Ну, у меня ассоциация произошла с Довичи, да. Мы подумали о том, что это какая-то дочерняя фирма Довичи. И, в общем-то, многие до сих пор так продолжают думать. Но я вам могу сказать о том, что это разные бренды. Я написала в Довичи и спросила, их ли это бренд. Да. На что мне Довичи ответили, нет. Это наши последователи. Ну, конкуренты, можно сказать. Это другие люди, да. Которые начали заниматься тоже выпуском деревянных пазлов. Мне немножко не нравится позиционирование Вдовичева в плане том, что они говорят о том, что они первые на нашем рынке, а может быть и не на нашем. Надо как-то прочитать получше этот пост. Что они придумали, значит, фигурную нарезку. И вот, типа, они такие инноваторы. И все это внедрили в жизнь. Ну, мы с вами все знаем о том, что и до них были пазлы деревянные с фигурками. И, в общем-то, даже на нашем российском рынке появился в 2017 году, в конце Довичи. И, значит, такие вещи, ну, такие пазлы, как все знают, Вендвард. Забыла, как его? Либерти! Либерти, как можно забыть Либерти? Либерти, Вендвард, Артефакт. Еще куча всяких разных, не таких крупных, да, производств. Давным-давно существуют деревянные пазлы с фигурками. И, в общем-то, я так думаю, что даже на заре, когда только пазлы еще там в 19 веке начали появляться, да, их там придумали, уже тогда делали фигурки из дерева. Ну, в смысле, фигурки в пазлах. Поэтому говорить о том, что вы такие умные, и вот вы это придумали, ну, мне по меньшей мере... Это забавно, скажем так. Но это, наверное, прокатит для людей, которые далеки, в принципе, от пазла мира. И они, в общем-то, в эту вещь, что пазлы существуют вообще, в принципе, 50 лет, это все овдовичево, да, ну... В принципе, это не на сайте написано, это написано в посте у человека, который, я так поняла, запустил вот это вот... вот это вот производство. В общем-то, из этого поста я поняла, что человек далек от мира пазлов, и, скажем так, даже историю пазлов он не знает. Можно было бы, конечно, погуглить и узнать немножко больше об этом. Да, но зато я узнала, почему такое название из этого поста. Да, все дело в том, что... позор мне, стыд и позор мне. Может быть, я когда-то это читала, но у меня просто не отложилось это в голове. Но оказывается, кто такой вдовичев? Вдовичев это первый русский человек, который начал производить пазлы в России. Это было очень давно. Слушайте, год я не скажу. У меня опять все выветрилось из головы. Вот. Ну, там еще, в Российской империи, да. Вот почему они назвали вдовичев свой бренд. А я думала, что это какой-то человек, ныне существующий, который владелец этого всего производства. Нет, это не так. Ну, вот я тоже немножко просветилась благодаря вдовичеву. Вот. И, значит, в общем-то, вот это вот вступительное слово, такое оно, конечно, получилось тоже не короткое, а такое емкое. И, собственно, давайте перейдем непосредственно к самим пазлам. Сейчас я буду вскрывать посылочку и смотреть, что же это такое вдовичев. Ну, вот, собственно, и посылочка из Дека. Вот такая она маленькая. Ну, естественно, там маленькие же наборчики. Ну, давайте, в общем-то, вскроем, посмотрим. Тоже у меня все это... Ах, у меня все это впервые. Ну, не посылки из Дека, конечно, впервые, а вдовичев впервые. Так, смотрим. А, может быть, да. Может быть, еще понадобится. Так, вот это все. Укидываем. Угу. Здесь у нас написано... Написано в моей фамилии, имя, отчество, номер телефона, оплату. Тролевали. И куда это послать? Ага. А вот тут указан другой адрес. Ну, хорошо. Видимо, СДЭК переехал, действительно, во все ложки. Я сегодня сама удивилась. Значит, все это... Запечатано, я так понимаю, в какую-то... Ну, а сюда это, скажем, черная пленка. Сейчас будем рвать, резать. Так, теперь картонка. Ну, с другой стороны, молодцы. Не просто так бросили, да, свои наборы в пакет СДЭКу. Ой. Как бы это все, как бы, побыстрее его обрезать. Еще буршу, наверное, звук в камере. Так, этого тоже выкидываем. Ну, и дальше тут такая вещь. Угу. Вот теперь мы уже, в общем-то, можем достать. Так. Ну, они немножко покрупнее, чем я думала. Ну, это всегда такие, да, могут быть с неожиданностью. Вот. Значит, первый такой набор. Очень плотная упаковка. Это очень хорошо. Так. Это тоже выкидываем. Значит, это у нас набор называется «Волшебные сказки». То, что я вот показала первым. Дальше я выбрала «Маленький принц». Такой поярче, поинтереснее уже. Вот. И, конечно же, мне понравилась очень сильно вот эта вот мышка. Называется «Лунная ночь». Все это картины наших российских художников. Вот тут вот Пазляева. Тут Кул. Господи, извините, если я навру. Кул-тош. И это тоже кул-тош. Видите? Раз, и два. Так. Мышку я пока не буду открывать. Это прямо мне больше всего. Это первое, что я углядела у них. Это я оставлю на сладкое. Вот. Я думаю, что откроем мы сейчас набор вот этот вот. Это у нас «Волшебные сказки». Прямо здесь что-то пишет. Так. Ну, аккуратненько срезаем упаковку. Дальше. Открываем. И смотрим, что же у нас внутри. Угу. А это какие-то, друзья, игрушки. Ну, вот знаете, вот эти вот сейчас очень популярные такие арифметические задачки. Ну, это вот как дополнение. Интересно. Для детей, да? Ну, и, собственно, детальки. Так. Что на первый взгляд я могу сказать? Я сейчас вот немножко отсниму вот этот кусочек видео. И потом я, естественно, начну снимать уже поближе, чтобы вам все было видно. Вот. А сейчас мои впечатления. Первое, что вот я взяла в руки, да? Значит, покрытие абсолютно матовое. У Довичи не такое. У Довичи немножко такой полуглянец идет. Это абсолютно матовое. Приятное на ощупь покрытие. Достаточно приятное. Вот. Фанера. Фанера с другой стороны шершавая. Как-то у Довичи она все-таки поприятнее на ощупь. Фанера сама по себе потоньше, чем у Довичи. Надо будет измерить, сколько миллиметров. Вот. Вообще, вообще смотрится неплохо. Нарезка. Нарезка чем-то напоминает мне Довичи. Он постоянно засыпает. Прости, зипой. У нас тут такое дело творится, а ты засыпаешь. Ух. Так. Сейчас я действительно перейду на другую локацию, чтобы вам показать поближе эти детальки. Знаете, вот я взяла их в руки, и после на руках остается какой-то... Как будто вот... Опачкаются ли руки? Вот, наверное, да. Но руки действительно... На руках остается какая-то, может, мелкая пыль. Или что... Вы знаете, вот как... Ощущение, как от пудры. Даже не знаю, как это объяснить. Это, наверное, вот деревянная пыль с другой стороны. Так. Уже вижу косяк первый. Есть скол. Вот сейчас я вижу на вот этой вот детальке. Есть скол, но он не на лицевой стороне, а на изнаночной. Так. Ну, давайте, собственно, да, перейдем на другую локацию. Попробую поближе показать. Надеюсь, мой фотоаппарат хорошо сфокусирует, да? И вы чуть поближе увидите. Сейчас я возьму еще одну детальку, найду до ВИЧи, и мы немножко сравним. Это будет интересно. Ну, давайте, поехали. Ну, вот, я перешла уже на другую локацию. Я высыпала все это, ну, все детальки из пакета. Пакет, конечно, ну, хороший, плотный. Хорошо, что он, ну, зиповый, да, это, то бишь, закрылый, нормально, как бы все это дело хранится. Вот она, вот эта загадка, да? Отгадайте, сколько книг зайчонок и лисенок прочитали. Так, сейчас поближе стараюсь показать то, что они вкладывают. Так, ну, фокусируйся. Ну, фокусируйся. Не знаю, фокусируйся или не фокусируйся. Вот, в общем, такое. Значит, что? Детальки. Ну, если говорить о толщине. Так, деталька у меня здесь завалялась с кошечкой. Это я специально сейчас достала. Это давичи. Другая сторона. Эта сторона. Посмотрите, сейчас вот я попробую, попробую снять покрытие. Посмотрите, как блестит на солнце покрытие давичи. Это не блестит совершенно. В давичи абсолютно матовое покрытие. Так, насчет. Насчет толщины. Толщина у нас, конечно, наверное, миллиметра три у вдовищева. Да, где-то. Ну, чуть больше трех. Вот что-то там фокус. Так. Ну, и 5-миллиметровая идет у вдовищи. Значит, здесь фанера потоньше. Так. Дальше. Все, конечно, покажет сборка. Собирать я сейчас на камеру не буду. Так как я стою у окна. Ужасно тут жарко. Вот. Я его соберу. Этот пазбик. Сейчас спрячусь. Спрячусь куда-нибудь в тенек. И сниму. Ну, что я вам могу сказать. Есть косяки. Есть колы. Это вот то, что я на первый взгляд увидела. Дальше нужно, конечно... Посмотрите, вот они кусочки. Дерево сыпется. Это нужно учитывать. Вот, посмотрите. Фанера у них, видимо, ну... Не очень хорошего. О, смотрите. Разломанная деталька. Надломленная. К сожалению, я, конечно, не вижу. Ой, фокусирует ли мой фотик. Похоже, он нифига не фокусирует. И это, конечно, беда. Ну, значит, в фотках покажу. Значит, надломленная есть деталь. Скоро это... Скоро этот несколько сборок кусочек отломится. Нафиг. Да. Ну, сейчас я еще говорю. Посмотрю, все это дело пристальней. Я соберу этот пазл. Каких-то уж очень интересных фигурок. Ну, вот зайчик. Зайчик. Вот корона. Ну, корона. Красивая корона. Ладно. Так. Это какая-то бутылочка. Далее. Какие у нас еще тут фигурки? Это типа дерево, что ли? Почему дерево с двумя ногами? Не знаю. Может быть, не дерево. Ну, это шляпа этих... Ведьм или как. Так. Звездочка. Ну, вы видите же, да? Как бы... Различия. Довичи за это время очень выросли в изяществе, скажем так. У них вот такие изящные фигурки. У Вдовичева все попроще. Ну, естественно, как бы цена... Цена тоже попроще, да? 500 рублей за пазл. Ну, вот. Ну, что я хочу сказать. Видимо, через несколько сборок это все дело дерево, фанера посыпется. И... Непонятно, что от этого останется. По... Ой, извиняюсь. Извиняюсь за дело. По весу, конечно, сразу чувствуется, что деталька от Довичи, она весомей. Мне это почему-то... Не знаю почему. Мне почему-то важно чувствовать действительно вес детали, что вот я вот взяла и я чувствую, что я взяла деревянную деталь в руки. Это полегче. Ну, естественно, тут как бы и фанера 3 миллиметра. Ну... Скажем так. В общем-то, наверное, на этом я буду заканчивать свое видео. Собирать действительно сейчас здесь мне неудобно. Очень жарко. Было бы не так жарко, я бы попробовала собрать. Вот. И когда я соберу, естественно, я напишу свои... Наверное, уже в посте напишу свои впечатления. Видео уже, наверное, не буду писать. В общем-то, все, что я хотела вам показать, да, я, наверное, показала. Ну, а там дальше по мере сборки потом перевернем на другую сторону. Посмотрим, что там. Хотя, может быть... Ну, как-нибудь все равно заснимаю, конечно, сборку пазла от Вдовичева. Вот. Но в этом вот пока что у нас такое знакомство. И на этом хватит. Все, друзья, пока-пока. Ну, скажем так, если подвести черту, да, ну и какие-то вот впечатления свои сказать насчет Вдовичева. Да, это имеет место быть, имеет, как говорится, имеет право на существование. Цена достаточно привлекательная. 500 рублей. В общем-то, это ни тысячи, ни две, да. Ну, и, соответственно, вы получаете менее качественный товар. Потому что, видимо, для того, чтобы была такая цена, и фанерка похуже здесь. И, естественно, она потоньше. Вот. Но верхнее покрытие, верхнее покрытие, вы знаете, мне понравилось. И вот рез, он у них немножко другой. И надо посмотреть, есть ли, вот будут ли от лазера. Вот я вот, например, на белых деталях, деталях, не вижу ни одного ожога от лазера. Ну, это, наверное, картинка, это, наверное, не ожог. Ни одного ожога я не вижу. Это плюс. У них же лазерная резка. Ну, да, лазерная резка. Ну, вот интересно, да? Ладно, хотела уже заканчивать видео. И, как говорится, дальше пошла ля-ля-ля-ля-ля. Вот, в общем-то, вот могу собрать одну детальку. Я уже вижу, что она отсюда. Угу. Вот. Получаются такие зазоры, да? Ну, потому что вот очень интересно в плане, если у вдовичья идет прям вот такой ну, аккуратный край, да, то у вдовичьего он какой-то вот интересный. Интересный, короче. Я не могу это никак объяснить. Вот. Ну, в общем, вот. В общем, вот. Соберу. Потом соберу, покажу. Поговорим еще. Пока-пока.